Добрый день дорогие друзья, с вами Зидыч и сегодня особенный день, ведь Дикер Макс, танк, который я сегодня буду обозревать, стал сразу моим любимым. Такое бывает далеко не часто, а ведь вышел патч, столько новинок, почему именно Дикер Макс? Ребята, поверьте, он просто невероятен, и это действительно повод немцам порадоваться за новинки. И хочу сказать следующее, будет всего два видео. Первое в аркаде, которое вы видите сегодня, и реалистичный бой, который выйдет несколько позднее. Да, ребята, впервые за все время, что я делаю обзоры, я решил посвятить конкретной технике время, отдельно от каждого режима, то есть чисто аркады, чисто РБ. Действительно, оно того стоит. Так вот, пока я с большим трудом накидываю противнику и набиваю эти сложные фраги, расскажу вам немножко больше о данном аппарате. На самом деле, Дикер Макс создавался с целью уничтожения бункеров и укреплений с большой дистанции. Настолько большой дистанции, что противник с этих бункеров не мог бы достать его в ответ. Но для этого потребовалось создать пушку на гибушку, и такую пушку немцы смогли создать. Это, разумеется, 105-мм К-18, которую мы сейчас видим на этой машине. К слову, производиться машина началась с 1939 года, а активная эксплуатация началась с 1941. Кроме того, был такой случай 2. Экземпляра отправили в один из батальонов, и один Дикер Макс загорелся и сдетонировал от собственной боеукладки, зато второй, как положено, отвоевал, причем довольно успешно. Разумеется, после применения Дикер Макса смогли составить подробный отчет о его плюсах, о его минусах, и, соответственно, об этом мы поговорим в следующем видео реалистичного боя, потому что сейчас об этом говорить не актуально, все-таки аркадные бои, здесь подкрученные характеристики, и, соответственно, просто будет не актуально говорить о реализме. Сейчас будет правильнее оценить все-таки игровые характеристики, причем я буду сравнивать с машинами не только того же ранга, что и Дикер Макс, но и четвертого ранга. Я сейчас конкретно говорю о пушке, которую хочу конкретно разобрать, потому что ее возможности колоссальные. Я даже хочу сделать челлендж, о котором вы узнаете, опять же, немножко позднее из-за реалистичного режима. Так вот, у нас сразу в стандарте есть очень крутой снаряд. Это бронебойный остроголовый каморный снаряд с бронепробитием 144 мм. Но важно не бронепробитие, а количество взрывчатки, которой у пушки Дикер Макса, а конкретно у стандартного снаряда, 240 грамм. Ну, чтобы вы понимали, из второй пушки Д-25Т оба его снаряда имеют 160 грамм взрывчатки. Теперь вы понимаете, насколько чудовищна и разрушительна мощь пушки Дикер Макса. Но это еще не все. Пришло же в голову немцам сделать еще один снаряд. Топовый, с бронебойным наконечником и баллистическим колпачком, который имеет бронепробитие 200 с лишним миллиметров. Да, у него немножко меньше взрывчатки, 210 грамм, но в любом случае это больше, чем у ИСа-2. И кроме того, учитывая боевой рейтинг 4 и 3, это просто, ребята, я не знаю, это какой-то немецкий праздник. Ну, почему я считаю, что именно в Аркадии эта машина раскрывает весь свой потенциал? Ну, наверное, прежде всего потому, что немцы и предположить не могли, что танк попадет в тундру, где получит маркер упреждения, крестик, по которому будут стрелять все игроки. И, соответственно, промахиваться практически не будут. Ваншот, ваншот, ваншот. Был еще один эпизод, где я уничтожил сразу две Т-34-85-е, но я не буду показывать этот момент в сегодняшнем обзоре, потому что там слишком много брони от водителей Т-34-85, и поэтому, чтобы соблюсти цензуру, я решил этот бой не выкладывать. Но поверьте, у этих товарищей горело знатно. Ко-ко-ко, на ненастроенных имбах катаешься, пройдет две недели, будешь сейчас... Ну, ладно, не буду, в общем, рассказывать вам, что было дальше. Но суть в том, что люди просто не понимают, на чем они сами катались все это время. Тем не менее, если их кто-то нагнул, то сразу надо искать крайних. Как так? У нас все хорошо, а вы на имбах. Это называется, ребят, двойные стандарты. И, к сожалению, у нас это довольно частое распространенное правило. Но я считаю, что немцы этот нагиб заслужили. Пусть поимбуют, пусть понагибают Т-34-ки, особенно в 85-й модификации, и, соответственно, немножечко у ребят на Т-34-ках погорит. Это, я думаю, вполне справедливо. Но продолжим по нашей машинке. У нас все-таки есть и плюсы, и минусы, помимо пушки. И давайте подробно об этом поговорим. Так вот, из плюсов можно выделить просто невероятные углы вертикальной наводки. Минус 15 градусов. Посмотрите, как опускается этот хобот. Просто невероятно. И я, кстати, чуть позднее покажу вам, как это правильно применять. Но я думаю, вы и сами понимаете, какие карты очень удобны будут для применения Диккер Макса. Но одновременно с этим есть и минусы. И они связаны с горизонталкой. Да, у нас орудия поворачиваются влево-право не слишком много. В принципе, для дистанции это не проблема. И это не проблема, кстати, для аркадного режима, где машина довольно подвижная, и, соответственно, может легко и быстро довернуть корпусом. А вот в РБ, конечно же, это проблема. И, опять же, это тема для следующего видео. А вот из более актуальных минусов можно назвать, разумеется, открытую рубку. И, конечно же, слабое бронирование. От 30 до 50 миллиметров. Разумеется, ничего мы нормально оттанковать не можем. Все нас пробивает. И спасает только то, что члены экипажа находятся достаточно далеко друг от друга. На таком боевом рейтинге у противника просто нет достаточно хороших снарядов, которые бы разрывали и разлетались бы осколками по всему нашему Диккер Максу. И, соответственно, постоянно кто-то выживает, и танк продолжает функционировать и настреливать по врагу. Разумеется, я сейчас не говорю про КВ-2 или же Сушку 152-ю. Понятное дело, что они не оставят никому никаких шансов. Но секрет выживаемости Диккер Макса не только в том, что у нас большое количество членов экипажа, 5 человек, и то, что они далеко друг от друга, но также в том, что у нас спереди нет боеукладки совершенно. Она у нас находится в бортах, сбоку, вы можете посмотреть сами, и, соответственно, если у нас идет лобовая перестрелка, в БК практически никогда не попадают. То есть, чтобы заваншотить наш Диккер Макс, нужно попасть в борт именно рубки, где находится как раз боеукладка. Но для этого во время перестрелок с Диккер Максом в лобовых противостояниях нужно научиться стрелять снарядами, как из фильма «Особо опасен», закручивая их в борт. То есть, чтобы они облетали немножечко справа и залетали прямо в рубку, сбоку. Поэтому, учитывая подобное, у нас все в шоколаде. Немецкий Диккер Макс – просто невероятная машина. Но я думаю, пора перейти к следующему бою, где я все-таки покажу, каким образом можно эффективно использовать эту машину, и какие карты нам подойдут лучше, чем другие. Итак, друзья мои, мы сейчас на одной из самых идеальных карт для Диккер Макса, которая позволяет исполнять просто невероятные вещи. Ну, начнем с того, что основное преимущество – это, разумеется, барханы. Почему нам так эффективно и выгодно работать с помощью бархана? Напомню, наши УВНы – это минус 15 градусов, то есть мы фактически показываем лишь верхнюю часть рубки, подъезжая на бархан, просовываем над барханом свой ствол и делаем выстрел. Нас практически противник не видит, и попасть по нам сложно, потому что, чтобы противник сделал выстрел, особенно это советскую технику касается, ему нужно выехать по полной, то есть полностью выезжать корпусом и, соответственно, выравниваться, чтобы вести огонь. Нам этого не нужно, мы просто поднимаемся, знаете, как с бинокля, вот вверх поднимаем, как бы бинокль осматриваемся, и, соответственно, немножечко приподнимаясь, просовываем свой ствол и начинаем наваливать противнику. Да, звучит пошло, зато эффективно, ребят. У нас все замечательно, а у противника все печально. Именно из-за того, что мы можем шикарно работать на этих барханах. Ну и, разумеется, пушка, снаряды и, разумеется, большое количество бандшотов. Все это в совокупности делает Диккер Макс просто потрясающей машиной. Именно поэтому Диккер Макс стал моим любимчиком. Я, пожалуй, дам вам еще один совет. Во время аркады лучше первым делом уничтожайте вражеские Диккер Максы, потому что эти засранцы могут отфармить большое количество ваших союзников. Ну, в общем-то, в том числе, как и вы сами. И поэтому, да, самых опасных противников Диккер Максов лучше убирать первыми, потому что на БРе 4.3, можете даже не сомневаться, это самый чудовищно опасный танк. Я думаю, за два боя я вам смог это доказать. Возможно, некоторые из вас спросят меня, особенно, конечно же, водители советской техники, те люди, которые прокачали именно ее Зидыч, а ты сторонник того, чтобы подняли боевой рейтинг этим машинам? Ребят, пока что нет. Все-таки я считаю, что пусть Диккер Макс понагибает. Кроме того, я дополню, что в РБ ситуация несколько иная. Там Диккер Максу на порядок сложнее, потому что нет той мобильности, поворотливости. Кроме того, посмотрите, а здесь в Аркадии всем танкам добавили подвижности, то есть мощность двигателя всем подкрутили, поэтому они стали более верткими. Видите, даже бомбами нужно брать больше упреждений, чтобы попасть во вражеский танк. А вот в РБ, конечно же, этих улучшений, я имею в виду, этих подкруток параметров нет, и поэтому там приходится вертеться, как настоящая САУ. А на самом деле Диккер Макс не был таким подвижным, и, соответственно, придется, конечно же, постараться. И там нет, конечно же, маркера упреждения этого крестика, по которому не нужно париться, просто наводи крестик, стреляй и ваншот противника. В РБ все на порядок будет сложнее. И поэтому, друзья мои, если хотите подробный обзор по реалистичному бою на эту замечательную машинку, ставьте много пальцев вверх, и, соответственно, подписывайтесь на канал. На этом я с вами прощаюсь, надеюсь, было интересно. Всего вам самого лучшего, и увидимся в следующих обзорах. Удачи, друзья!